Долг, терпели, много милости, много благов, трогни, И же праведный, любая и грешная, и милая, И все свои космосиные обещания ради будущих благ. Сам Господи, прийми наши части и молитвы, И исправи живот наш к заповедям Твоим, Дружи наши, святители, соочисти, Помуждение, исправим мысли очисти, И избави нас от всяких сгодов, золободей, И обради нас, святые Твоими ангелами, Для ополчения мы соблюдаем и оставляем и достигнем соединения веры, И в раду и преступное Твоя слава, Я по благословению Всего веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава от Своей Сын и Святому Духу, Имени Брис и Веков, аминь. Честнейшую Херувину, славнейшую, без сравнения, Серафим, Безысквение Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородицу Тя, Величаем, Имени Господним, Преосвященнейший, Владыка, благослови, Моли ты mijn и Святаго Владыки нашей, Господи Иисусе Присовет наш, помилуй нас, аминь. Боже и Господи, святый, святый и святый и святый, Иисусе Милостерфим, иже за милосердный, бесприкладный и милости Твои, Единородка и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Неспославя на спасение рода нашего и чистый и блуд Христом, Пусть описание греха наших растерзавых, и поднимание начала, и власть тьмы. Сам, молодой человеколюбчий, прими нас грешным, благодарственная сия и молитвия молитвы. Избави нас от всех, и благословительных мрачных прегрешений, и всех озвобите нас, ищущих видимых и невидимых прав. Приквозди страху твоему плоти наше, и не уклони сердец наших. Пусть описание и помождение лукавствия, но любовью твоею есть две души наши, так тебе всегда обдирающие, ежет тебе светом наставляемий, и венепреступного и прескосмучного дрящего света, непрестанное тебе исповедание и благодарение посылая безначальному Отцу, и народным твоим сыном, и всесвятым и благим и желтворящим твоим духом, ныне, кристо, и вовеки веков. Аминь. Господа, помолимся, до года просветится свет твой предчеловеки, яко на виде добрая тела твоя и прославиться нашего ижеести на небесах, всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Время сотворите, Господи, и высокопресченше хладко благослови. Помяните вас, Господи, и во веки веков. Благослови, Владыка. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи! Господи, помилуй, Господи! Господи, помилуй, Господи! Господи, пресвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвительство во Христе диаконство, монашеские чины, притча церковной, создатели благотворителей, благоукрасителей, жертвователей святаго храма сего, Богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство и я, всех, где предстоящих, поющих и молящихся и живущих здесь, Вас и всех, вас и всех православных христиан, да помилет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно и во веки веков! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Господи, помилуй, Господи! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Исполни молитву нашу, Господи! Иже есть и на небесе, к нам светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якона небесей на земле. Хреб наш, насущий, дашь обнесть, и остави нам долги наше, якожи, и мы оставляем должником нашим. И не веди нас за искушение, но избави нас от лукавого! Аминь! И вируси, и вируси, и вируси, и вируси. Главы ваша, Господи, и пригоните! И вируси, и вируси. И вируси, о Господи! И во веки рекой. Аминь. 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 Святая, святым. Едем, свят, едем, Господь, Иисус Христос, во славу Бога Царь. Тело Христово прегните, источника бессмертного вгустите. Хвалите Господа с небес, хвалите Его Вышних. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Со страхом Божьим и верою приступите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спаси Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Иисус воскресе, из метких воскресе, Святую смех поправ, Исущим, 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 Исущим во гробе живой дорогой. Всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Аминь. Для исполнится воскресе, Хвалите Твою, Господи. Воскресе. Я, когда боюсь в славу Твою, Я, Господа, в Истинном причастите. Святым Твоим Божественным тевное лето, И с пола это и есть исполняет. Христос воскресе! Во истину воскресе! Во истину воскресе! Во истину воскресе! Дорогие мои отец Иоаким, Игнатий Тихонович, братья и сестры, позвольте поздравить вас всех с праздником Воскресения Христова. В эти попраздственные дни Пасхи мы собираемся снова и снова по заповеди Господней. Ибо Он нам заповедал на Тайной Вечере всегда творить воспоминания о Нем, величайшие таинства тела и крови Христовых, и причащаться Божественного естества. Ибо кто причащается к телу и крови Христовых, тот имеет в себе жизнь вечную, а кто не причащается, те не могут иметь в себе жизни вечной. Для этого Господь пришел на землю, чтобы нас приобщить к своему бессмертному вечному естеству. Ибо источник жизни только от Бога. И те, кто к Нему приобщаются, то есть соединяются с Ним, те и становятся бессмертными. Все, что сотворил Господь, не пропадает. Это все будет пребывать. Но разные, как мы знаем, от Него самого, из Откровения Божьего, все будут наследовать разную будущность. Это вечный свет, вечная жизнь, блаженство с Богом. Не в том смысле, как мы понимаем блаженство, как удовольствие. А именно радость вечной жизни и света. Это особые духовные дарования, которые здесь на земле нам иногда, иногда только доступны к ощущению и познанию. Как некое, говорит апостол, видение, как гадание, как тень, откроется по существу тогда, когда мы перейдем к порог смерти и вступим во врата вечности, будущей жизни. Но здесь уже предощущение, предначатие этого всего Господь и дает нам иногда пережить, почувствовать, чтобы не изнемогли мы в этом крестном пути, ведущем нас от рождения до самой смерти и рождение уже вечную жизнь. Ну а праздник воскресенья, повторяющийся каждый седьмой день, недели, как новый день, как день обновления, мы будем теперь с вами в течение года встречаться и на богослужении общаться с Создателем Богом. Для этого и даровал нам церкви таинство, таинство Евхаристии, благодарение, приобщение. Сегодня еще и память святых жен Мироносиц, тех, которые оставили свои дома, свои заботы, своих близких и служили Господу при его земной жизни. А потом стали проповедницами, равноапостольными свидетельницами деяний, жизни и учения Господа нашего Иисуса Христа. Из них больше всего нам известно имя равноапостольной Марии Магдолины, из которой, как сказано в Евангелии, Господь знал все демь бесов. И она возвестила воскресение Христову самому императору Тиверию, преподнеся ему по преданию крашеное... нет, какое яйцо? Белое яйцо. Почему мы на Пасхе начинаем службу в белом облачении? А потом Тиверии говорят, да я не верю в такие чудеса, потому что не может вот это белое яйцо стать каким-нибудь другим, да? И в его руках это яйцо превратилось в красное. Так, Пасха красная стала для нас яйцо, как символ вот этого чуда, воскресения. Поэтому и облачения у нас потом меняются на красное. А некоторые думают, а почему так? А вот это все такие аналогии. Вот исторические, современные и духовные символы. Еще раз всех поздравляю с воскресным днем, с Пасхой Христовой, которую мы сердце своим носим в течение всего года. И да хранит вас Господь, Матерь Божия, Христос воскресе! Бои священны воскресе! Ну а для вашего храма я решил сегодня преподнести в дар вот эту икону Божией Матери, которая называется «Все царица». Она нынешне очень почитаемая в русском народе по причине умножающихся болезней, связанных с различными злокачественными образованиями. А первый образ, или как бы, скажем, оригинал этого образа хранится в Атапецком монастыре на Афоне. Вот так пойдет сойти, прийдите, пожалуйста. Надо сказать, что мы все в этом мире тленным подвержены с самого Рождества до смерти различным болезням, которые в конечном итоге приводят к нас к полному разрешению от узбренного жития. Ну а болезнь эти удручает иногда нас, не дает возможности совершать наши дела и служения в полную меру. Поэтому прибегаем за помощью к самому Целителю Богу и Пречистой Богородице. Так что пусть и у вас будет так. Сердечно благодарим вас, Владыка, за ваш умир, что вы посетили нас в этот день. У нас не только что воскресение сегодня, а как бы юбилейный еще день. 25 лет у нас от возрождения деревни и общины. Поэтому мы благодарны вам, что Господь положил на ваше сердце посетить нас вместе, совершить молитвы Господу благодарственные за Его милости к нам. Мы только милостью Божией здесь основались и живем. Нечеловечным, потому что время было трудно, а помаленьку как-то и подбирались и люди, которые уходили отсюда, не принимая этого образа жизни православного. Другие приходили. То есть жизнь, она идет. И слава Богу за это. И мы сердечно вам благодарны, Владыка, что вы прибыли к нам и помолились у нас. А я вас поздравляю. Спасибо, Господи. Четверть вековым юбилеем. Так что незаметно видите, четверть прошла. А там и столетие не пройдет. Дай Бог дожить. Ну кто-то доживет. Такие маленькие с патрульной.